Шалом! В двух недавних программах, обращенных к нашим друзьям-христианам, я говорил об одной проблеме, упоминал одну проблему, с которой иногда сталкиваются христиане, любящие еврейский народ, любящие государство Израиль. Это проблема комплекса неполноценности в отношении евреев. То есть происходит такая интересная вещь и странная вещь на самом деле. Наши дорогие братья и сестры в Мессии так высоко ценят нас, евреев, что при этом возносят нас на высокий пьедестал и унижают при этом самих себя. Как это происходит? Они говорят, вы евреи Божьи первенцы, именно вас Бог избрал, именно с вами Он заключил свои заветы, именно вам Он обещал Мессию, именно к вам Мессия пришел, а мы младшие братья. Нас Бог спас просто по своей милости, Он с нами не заключал никаких заветов, ничего нам не обещал, мы просто привиты к вам, к Израилю по милости Божьей, мы младше вас. И с богословской точки зрения тут можно сказать все правильно, то есть хронологически мы евреи действительно старше наших нееврейских братьев и сестер Мессии в отношениях с Богом. Действительно, вначале Господь открылся Авраму и от него произвел собственный народ, и лишь затем по его милости, а не по обетованию, язычники, неевреи, то есть были привиты к Израилю в Мессии Иешуа. Однако, несмотря на то, что с богословской точки зрения здесь все хорошо, все кошерно, можно так сказать, с психологической точки зрения происходит такая вещь, что младшие иногда чувствуют себя меньшими, меньшими по значимости, меньшими по ценности, меньшими по призванию и по принятию Богом или по каким-то другим параметрам. И вот происходит такая вещь, что человек начинает комплексовать, и более того, иногда происходит даже большее что-то. Узнав о грехах исторической церкви по отношению к еврейскому народу, о так называемом церковном или христианском антисемитизме, узнав об этих грехах гордости по отношению к евреям, о котором еще предостерегал сам апостол Павел в своем послании к римлянам, о заместительной теологии, которая превознесла церковь за счет уничижения евреев и Израиля, в общем, узнав обо всем об этом и раскаившись в этом, и не желая больше иметь с этим ничего общего, наши сегодняшние христианские друзья, друзья Израиля, иногда сознательно унижают себя в присутствии евреев, думая тем самым обезопасить себя от гордости и от всех этих грехов, в которых они раскаялись. Они говорят о себе фактически как о людях второго сорта, но мы с вами прекрасно понимаем, что человеком второго сорта быть не хочет никто, и долго эта ситуация продолжаться не может, рано или поздно начинается поиск выхода из этого ощущения себя вторым человеком, человеком второго сорта, простите. И тогда что происходит? Некоторые христиане при этом называют себя духовными евреями, они начинают выходить из этой неприятной ситуации, из этого ощущения неполноценности, называя себя духовным Израилем. И вопрос, есть ли в Библии действительно такое понятие, как духовные евреи или духовный Израиль? Об этом сегодняшняя программа. Прежде чем мы перейдем к поискам ответа на этот вопрос, давайте постараемся сначала уяснить себе его значимость. В конце концов, не все ли равно, как Писание называет наших нееврейских братьев и сестер по вере? Я думаю, что совсем не все равно. Ведь на самом деле каждый человек так или иначе хочет себя каким-то образом определить, то есть назвать себя, ответить на вопрос, кто я есть. Вопрос очень важный. И когда на него нет четкого ответа, обязательно возникает путаница, почти неизбежно. И путаница в этом вопросе, в ответе на этот вопрос, ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Например, если мужчина не уверен в том, что он мужчина, у него может возникнуть искушение попробовать себя в роли женщины. И тем самым он может нанести себе много вреда и причинить много вреда другим людям, если он пойдет по этому пути. Когда человек не знает своих этнических корней, он не знает, кто он по национальности, то тоже ничего хорошего. Иногда это приводит к тому, что, например, самыми рьяными поборниками раввинистической традиции иудейской становятся евреи по-двоюрному дедушке и по-сводной прабабушке. И понятно почему. Живя среди евреев, хочется ведь быть своим. Каждый человек хочет быть полностью своим, полностью принятым. И поэтому приходится компенсировать нееврейскую часть своих этнических корней повышенным обрядовым усердием. И, по-моему, эта ситуация очень нездоровая, особенно когда в ней оказываются мессианские верующие, люди, верующие в Ешуа, как в Мессию. И она лишний раз доказывает то, что вопрос о самоидентификации, это очень важный вопрос. Итак, каким образом в Писании и в Новом Завете называются неевреи, верующие в Мессию Ешуа? Они называются христианами, или они называются духовными евреями, или они называются бывшими язычниками, или они называются просто язычниками. Вот что сегодня мы хотим выяснить. В Танахе ситуация очень простая. Ты или еврей, или язычник. И оба понятия одновременно означают и этническую принадлежность, и духовный статус. Еврей это потомок, физический потомок Авраама, Ицхака и Яакова, поклоняющийся Творцу неба и земли, создателю всего. И одновременно при этом. То есть эти вещи не разделены. И все остальные народы в то время это автоматически идолопоклонники. И все человечество таким образом поделено на две неравных группы. Одна группа очень маленькая, это народ Израиля, который чаще всего в Писании называется Ам-Исраэль. И другая группа, очень большая, это все остальные народы, которые в Писании обычно называются Гоим. Гоим это просто форма множественного числа от слова Гой, еврейского слова Гой, которое означает просто народ. Это слово Гой, кстати, относится в Писании не только к неевреям, оно относится иногда также к народу Израиля, к еврейскому народу. Например, в книге Бытие, когда Господь дает Аврааму обетование о том, что он произведет от него великий народ, на еврейском языке написано, я произведу от тебя Гой-Годоль, великий народ, большой народ. Гой там стоит слово. Слово Ам во множественном числе Амим, оно точно так же относится очень часто и к язычникам, к неевреям в Танахе, однако чаще оно применяется в отношении к Израилю. Ам-Исраэль. И греческое слово Этнос означает этническая группа, это просто греческий перевод еврейского слова Гой, Гоим во множественном числе. Еще одно греческое слово, которое у нас встречается в Новом Завете уже, это прозелитос. Русский его эквивалент это просто прозелит, слово, которое может быть на слуху у кого-то из вас. В Писании так называются неевреи, которые обратились в иудаизм, которые стали евреями. То есть они приняли обрезание, и они взяли на себя обязательство соблюдать Тару Моше, закон Моисея. В 6 главе, например, книги Деяний апостолов, упоминается Николай Антиохиец, обращенный из язычников, и в греческом там как раз стоит прозелита, слово. И также прозелит упоминается в 13 главе книги Деяний апостолов. То есть обрезание и обязательство соблюдать заповеди Тары, это был в то время единственный путь обращения от язычества, то есть от идолопоклонства к Богу Израиля и путь присоединения одновременно с этим, путь присоединения к Божьему народу. То есть ты становился евреем. И такова ситуация была до пришествия Мессии. Но Ишу принес нечто новое. Он сказал, я создам мою экклезию, это греческое слово, которое в русском переводе переводится как церковь, я создам мою экклезию, и врата ада не одолеют ее. Экклезия это вначале чисто еврейская была, как мы с вами знаем, просто из Нового Завета. Она была еврейской во всех отношениях. Единственное отличие было в том, что евреи, составлявшие эту экклезию, это сообщество, верили в то, что обещанный Израилю Мессия уже пришел, что это Ишуа, который был распят и который воскрес из мертвых. Это было единственное отличие, но за него приходилось платить очень дорого. Это показывает тем самым, что оно было очень существенным, это отличие. То есть цена была гонения за веру в этого Мессию, которую евреям, мессианским ранним приходилось терпеть от своих еврейских собратьев, не веровавших в то, что Ишуа был Мессией Израиля. Тем не менее, несмотря на все это, экклезия была чисто еврейская, и поэтому ее конфликт с остальным народом, это был чисто внутриеврейский конфликт, точно так же, как и конфликт самого Ишуа с саддукеями и фарисеями. И такая ситуация продолжалась несколько лет, до тех пор, пока апостолы Петр и Павел не начали проповедовать благую весть о Ишуа среди неевреев, то есть среди язычников, среди гоим. Когда количество уверовавших в Ишуа неевреев стало уже существенным, возник вопрос о том, что с ними делать, то есть каким образом их принимать в общении, каким образом их принимать в экклесию, в церковь, если говорить, использовать это русское слово. И был собран в Иерусалиме, как мы с вами знаем из книги «Деяния апостолов», был в Иерусалиме собран собор апостольский, на котором, конечно, были не только апостолы, но также и верующие люди, обычные. И было принято там решение, что процедура принятия неевреев, уверовавших в Бога Израиля и в его мессии Вишуа, процедура принятия этих людей в экклезию будет гораздо проще, чем процедура обращения язычника в иудаизм. Было решено, что нееврей, верующий в Бога Израиля и в мессии Вишуа, не должен принимать обрезание и не должен брать на себя обязательство соблюдать все заповеди Тары, то есть он не должен становиться при этом евреем. Достаточно, что человек просто формально, что человек просто расстается с идолопоклонством, но при этом он сохраняет свою этническую принадлежность, свою этническую идентификацию, то есть он остается греком или римляниным, потому что экклезия, как мы с вами знаем, она в конце концов, после того, как проповедь Евангелия пошла дальше в разные народы, она включала в себя и включает, слава Богу, в себя сейчас все народы, не только евреев, и в древнем мире это были и греки, и римляне, и самые разные другие народы. То есть для того, чтобы быть принятым в еврейскую общину, повторяю, нужно было стать евреем, для того, чтобы быть принятым в экклезию, не нужно становиться евреем, то есть апостольский собор, тем самым он разделил духовный статус и этническую принадлежность. Это второе принципиальное новшество, которое мы с вами имеем в Новом Завете. Первое, то, что Мессия, обетованный Израилем, уже пришел, это Ишуа, и второе, что в него верят, и тем самым являются частью Божьего народа не только евреи, но все люди, независимо от их этнического происхождения, и при этом они сохраняют свое этническое я, свою этническую принадлежность. Следующий вопрос, как же теперь в таком случае называть нееврейских учеников Мессии? Называть их евреями или празелитами нельзя, уже понятно почему, потому что это означало бы соблюдение требований соблюдать закон Моисея, а этого требования к ним не предъявляется. Так что же, может быть, все-таки действительно называть их духовными евреями? Ведь в конце концов они уверовали в Бога Израиля, они стали участниками духовного наследия евреев, еврейского народа, но при этом физически евреями не стали. Будем называть их духовными евреями, казалось бы, напрашивается очень логичным образом вот такой вот вывод. И некоторые христиане сегодня так и говорят, как я уже сказал, мы духовные евреи. Давайте посмотрим, есть ли такое понятие в Писании. Мы очень быстро увидим, что нигде в Новом Завете, тем более в Танахе, в Ветхом Завете, вы не найдете такого выражения, такого понятия духовный Израиль или духовный еврей. Хотя на самом деле может показаться, что оно имеет право на жизнь. Почему? Потому что Павел называет верующих в Ешуа, не евреев, термином, который до него применялся исключительно к физическому Израилю. В послании к Галатам он пишет такую вещь. Если же вы Христовы, то есть если вы принадлежите Мессии, то вы семя Аврамова. Он также говорит этим людям, что они обрезаны. Опять-таки, обрезание это характеристика еврейского народа. Что они обрезаны, причем обрезание это выполнено не каким-нибудь там Рэбом Хаймом из нашей синагоги, а самим Мессией. Во второй главе послания к Колоссянам, говоря о Мессии, он пишет так. От него, от Мессии, вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос, то есть Мессия. Итак, получается, что семя Аврама и обрезание, причем он говорит, что это духовное обрезание, вот вам два момента, которые до Павла характеризовали исключительно Израиль, исключительно еврейский народ, вполне логично, казалось бы, дойти, сделать еще один шаг и сказать, окей, мы приняли духовное обрезание, мы семя Аврама, значит, мы духовные евреи, мы духовный Израиль. Павел, кстати, он подчеркивает, что нееврейские верующие в Ешуа, они совершенно полноправные члены Дома Божьего во всех отношениях, они общники, он называет их общниками корня и сока природной маслины, то есть Израиля, мессианского, и все это наводит на мысль о том, что действительно с выражением духовный Израиль все в порядке. Однако у Павла вы его нигде не найдете, ни духовный Израиль, ни духовные евреи. В его посланиях здесь все очень четко, то есть он по-прежнему называет евреев, слово еврей он относится только к физическим, этническим потомкам Аврама, Исаака и Иакова, то есть Израиль у него это еврейский народ, все-таки, то есть он не делает этот следующий шаг, несмотря на то, что семя Аврамова, да, духовное обрезание выполнено самим Мессией, да, полноправные члены народа Божьего, да, но он не говорит, что вы духовный еврей и вы духовный Израиль. В этот момент кто-то может возразить и сказать, ну, на самом деле у Павла все совсем не так просто, как ты, дорогой, говоришь. У него написано в 9 главе послания к римлянам такая вещь, он пишет, что не все те израильтяне, которые от Израиля. Что же это означает ведь, что есть еще и другие израильтяне, которые нет Израиля. Вот это и есть мы, не евреи, верующие вешу. Если вы внимательно читаете 9 главу послания к римлянам, то вы увидите, что это не так, потому что там Павел говорит об Израиле внутри физического Израиля. То есть он пишет, что этническое еврейство само по себе еще не гарантирует вам спасения. Что в народе Израиля есть так называемый остаток, этот термин есть еще и у Исаии, и у других пророков Танаха. В народе Израиля, в этническом Израиле, внутри него есть остаток. Это те люди, которые являются не только этническими евреями, но в дополнение к этому они имеют истинную веру. Они действительно следуют за богом Авраама, Ицхака и Якова. Спрашивается, как же это может быть такое, что как-то получается совсем сложно. Есть матрешка такая, Израиль получается, есть внешняя ее оболочка, в которой внутри находится еще на самый настоящий Израиль. Ну вот так получается, в Писании говорит именно об этом, что из физического Израиля, уже избранного, в дополнение к этому избранию, Бог избирает еще внутри него истинный Израиль. Точно так же, как из всех физических потомков Авраама был избран только Ицхак, а не Ишмаэль, хотя он тоже был его потомком, тоже его семенем был. Точно так же, как из двух сыновей Ривки, то есть Ривеке, был избран только Яков, а не Исав. И точно так же, как и во времена Илии, из всего народа Израиля были избраны лишь 7 тысяч человек, которые не преклонили свои колени перед валом. То есть не изменили Богу, они остались верны Богу в трудное время испытания. Вот эти люди, являющиеся евреями и этнически, и по духу, и составляют так называемый Израиль Божий. Вот это выражение действительно у Павла есть, оно используется, правда, всего один раз в конце послания Галатам, в 6 главе. И поэтому, если уж вы хотите какой-то особый Израиль увидеть в Писании, то есть один-единственный раз подчеркиваю выражение Израиль Божий, недуховный Израиль, Израиль Божий, и оно, очевидно, относится именно к этническому Израилю, к остатку Израиля, то есть к мессианскому Израилю, к этническим евреям, верующим в Мессию Иешуа. Как же в таком случае Новый Завет, я возвращаюсь к нашему вопросу, как же в таком случае Новый Завет называет нееврейских верующих в Мессию Иешуа? Об этом следующая наша программа. Спасибо, шалом! Редактор субтитров А.Семкин